Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья! Друзья, всякое слово несет в себе информацию, информацию, которая воздействует на наше сознание, а порой и формирует, и изменяет его, в лучшую ли сторону преобразует его скверная братья. Однажды услышанное слово живет в нас до конца жизни. Анестезиологи рассказывают, что под наркозом, когда ослабевает воля, человек, никогда не употреблявший скверных слов, случается, скажет что-либо из когда-то услышанной брани. Как уже было сказано в одной из прошлых передач, брань деструктивна и в отношении к нашему здоровью. Произнесенное или услышанное бранное слово оказывает на нас действие, сопоставимое с легким сотрясением мозга. У писателя Физеля Искандера упоминается случай, когда здоровый и сильный мужчина, услышав матерную брань, бледнел и падал в обморок. «Не могу привыкнуть», – смущенно говорил он. Один мой знакомый молодой человек по своему воспитанию относился к мастерщине неприязненно, но не замечал за собой какой-нибудь особенной реакции на нее. Когда же он стал ходить в церковь, молиться, исповедоваться и причащаться, то изменилась и его реакция на скверные слова. Как-то раз с Великим Постом он пошел в баню. Для него, как и для многих, баня всегда была большим удовольствием. Но в тот раз ему не повезло. Рядом с ним двое незнакомцев горячо что-то обсуждали и беспрестанно скверно словили. Не ссорились, а так, походя. Пересыпали свою речь матерными словами. Сначала молодой человек почувствовал себя неуютно, потом его стало слегка поташнивать, а потом, как он рассказывал, он почти потерял сознание. Перед глазами у него все поплыло, и он чуть не грохнулся на каменный пол. Понятно, ведь церковной жизнью у него изменилось и окружение. Сквернословия рядом с собой он давно не слышал, потому его организм так и откликнулся на грязные слова. Тошнотой и головокружение. Неприятное впечатление было настолько сильным, что от удовольствия попариться ему на некоторое время пришлось вовсе отказаться. И еще. Разрушая юношескую стыдливость и возбуждая нечистое пожелание, сквернословие мастит дорогу к разврату. Целомудрие и чистота не смогут ужиться со скверными словами. Дети, недовольствуясь отвлеченными звуками, они обязательно будут стремиться узнать значение услышанного. И нам необходимо помнить, что растление малых сих, как говорит Евангелие, будет лежать на совести сквернослова. И в Евангелии от Матфея 18 главе 7 стих мы слышим предостережение Спасителя. Горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Кроме сказанного, мы должны помнить, что сквернословие заглушает, притупляет чувство стыда не только у детей, но и у взрослых. Стыдливо же, как говорит святитель Иоанн Златоуст, «Бог вложил в природу нашу, чтобы она предохраняла нас от греха». Ту же мысль находим мы и у святителя Григория Низского. Великими и сильным оружием к избежанию греха служит обыкновенно хранящийся в людях стыд. Для того, думаю, и вложено в нас Богом, чтобы такое расположение души производило в нас отвращение от худшего. А по мнению святителя Дмитрия Ростовского, наибольший стыд происходит от обнажения ноготы телесной. И матерная брань символизирует такое обнажение, заставляет преодолеть этот наивысший градус стыда, разрушая защитную стену стыдливости и повергая человека в бесстыдство. Ведь, как говорит святитель Григорий Богослов, «Презрение стыда есть бесстыдство. Там же, где бесстыдство, нет Бога». А как часто неустойчив их рукок мир в семье сквернослова. Брань возбуждает и раздражает человека. Но самое большое несчастье в такой семье – это судьбы детей. Дети, слыша грязную речь, сами приучаются сквернословить. Умственное развитие таких детей заторможено. Чем раньше внимание ребенка обратится к половой сфере, тем более в таком низменном и примитивном отображении, тем медленнее будет идти его духовное и умственное развитие. Есть наблюдение, что у таких детей замедляется и рост, и в итоге они не дотягивают до заложенного в них природой. Те родители, которые не стесняются выражений, должны помнить, что сквернословие уничтожает в ребенке чувство стыда и является мостиком к последующим преступлениям. Ведь, изгоняя из дома стыд, эти родители изгоняют и лучшего воспитателя. Ибо стыд, как пишет святитель Григорий Низкий, часто больше страха обучал избегать дел несообразных. И не следует потом искать виновных среди педагогов или воспитателей. В случае несчастья с сыном или дочерью мы сами запланировали его. В воспоминаниях преподобного мученика Архимандрита Кранида Любимова описан следующий случай. Позвольте, я вам его зачитаю. «Лет двадцать назад, когда я был еще в обители преподобного Сергия, пришел помолиться к преподобному Сергию угоднику Божию крестьянин Иаков, прихожанин храма той местности, где я родился. И зашел ко мне. Видя необыкновенную грусть на лице его, я спросил о причине его грусти. И он поведал мне следующее. «У меня есть сын, младенец лет шести, который привык к такому ужасному пороку с ромословией и руганем матерными словами, от которых даже я, мужчина, прихожу в смущение и ужас. Пробовал было наказывать. После наказания бросал в подпол, но все это не помогает. Мой сын еще хуже озлобляется и с таким ожесточением произносит ругань, что даже чернеет в лице, и тогда страшно бывает смотреть на него. Ясно, что к душе малютки прирозился дьявол и понуждал его к сквернословию. Я спросил отца, откуда же малютка мог научиться такому ужасному сквернословию? Тогда крестьянин сознался, что причиной сего он сам. Я, сказал он, имею эту привычку сквернословия, когда бываю в нетрезвом виде. Вот о сем-то я больше всего и скорблю, что сам насеял эти погибельные плевелы в душе невидного ребенка». И далее батюшка Кранит говорил, «Видя его смущение душевное и слезы, жаль мне было от всей души сего страдальца, но помочь ему в горе я ничем не мог, кроме искреннего сердечного слова утешения». И вместе с тем посоветовал ему всю скорбь души своей излить пред мощами преподобного Сергия. «И как живому поведать ему печаль своего сердца и просить его дивной помощи себе и страждущему погибельным недугам малютке». Через год после этой встречи с Яковом я виделся с ним на родине и спросил о малютке. Слезы обильной струей потекли из очей Якова при вопросе о сыне. «Успокоившись, он сказал мне, «Дивен Бог во святых своих. Молитвами и предстательством преподобного Сергия Малютка мой за последнее время совсем перестал сквернословить, да и сам я теперь благодаря Богу водки уже не пью». Вот такой рассказ «Воистину дивен Бог во святых своих». «Воистину дивен Бог во святых» Субтитры создавал DimaTorzok